Здарова, друзья! Сегодня у нас на обзоре просто нереальная хреновина прямо из Сирии. И сейчас нам поподробнее расскажут наши друзья, что она и откуда. А потом мы ее даже наложим и покажем вам поближе. Вперед! Вот такая вот штучка. Это жгут а-ля кат, сочиненный в Бармалееме из Сирийской Арабской Республики. Там умеренная оппозиция и еще кто как хочет, может называть. В общем, для нас это реально в Бармалее. Суть проста. Тряпочка с липучкой, еще одна тряпочка, мотоциклетная спица, кольцо. Как это дело работает? Давай, ногу над карманами. В общем, надеваем. Правила такие же, как при наложении ката, то что на карманы, еще на какие-то поверхности он не накладывается. Протягиваем вот этот хлястик в кольцо. Туго фиксируем. Здесь надо реально туго фиксировать, потому что не такая большая выборка при воротке. И начинаем это дело уращать. Причем вот по ощущениям, что характерно, вот как раз соответствует там примерно кату-софту. То есть это, ну, неприятно, но достаточно мягко. Не как там тот же наш Медплант или софт старого поколения. То есть он такой вменяемый по работе, действительно. И хорошо мы проверяли на пульс-оксиметре сейчас, он выключает. По крайней мере на руке точно выключает кровотечение. Ну и нога прям чувствует, что не имеет. Работает полноценно вполне. Можем еще раз проверить. Давай, да, начнем раз на руку сейчас наложим. То есть я ожидал, что в районе кольца это все будет изрядно болеть. А по факту нет, нормально. Потому что там в кармане какое-то говно лежит. Подними просто выше. Как бы на самом деле нет, нормально. И кольцо не давит ничего. А, с рукой тут, да, кстати, нюансы есть. Сейчас покажем при наложении. При наложении нужно делать один оборот, так как липучки, то есть волосатая сторона с одной стороны, которая липнет с другой. И если делать в один оборот, ее немножко не хватает. Поэтому делаем в два. Вот здесь вот немножко смещаем, чтобы липучка была видна. И только тогда фиксируем. Кстати, вот спицы у нас и проебался. Ты ну, улетел таки. Да, стопори видос. Вот она. Опорвалась эта хуйня. Вот я тебе о чем говорил. Ну, тут легонько прошит хуле. Ну, да, да, да. Наразовый. В общем, все имеет свой ресурс. Да, не то, чтобы шибко надежно оказалось. Но это было логично, в принципе. Потому что шибко на коленке. Ну, да, ощутимо. Да вон она синеет уже. Не, ну для полноты картины. Ждем пока поймает меня. Ну, вернее, не поймает. Ну, все, не поймал. Да, все, не ловит. Вам, наверное, не видно будет с такого расстояния. Но мы, конечно, снимаем это все с забора. Давай другую руку для сравнения. Давай. Сейчас по звуку поймете все, на самом деле. Там оно будет по-другому пищать. Вот он ловит. И сейчас покажет. Вот, все. Ну, все, пульс 88, сатурация кислорода 98. Так что, в общем, не смотря на что. Да, работает это хреновина. Ну, что можно сказать в итоге. То есть, там, за время, так называемой АТО в Украине, товарищи украинцы со всеми их волонтерами, помощью и так далее, на заводских условиях не смогли сделать, что-то наподобие американских аналогов КАТО и СОФА, которое нормально работает, не гнется, не ломается. Вот. Да, Бармалеи смотрели на коленке. Бородатые Бармалеи из пустыни на коленке, из говна и веток умудрились сделать то, что, ну, работает. Я сейчас покажу поближе, подойду. Сейчас прицеплю микрофон. То есть, по факту, вот здесь, я надеюсь, что вам видно, вот здесь была петелька, которая у нас сейчас порвалась, где фиксировалась, собственно, спица. Фиксация идет просто на вот такой велкро. Все это какая-то хэбэшная тряпка с кривой строчкой. Блин, я очень надеюсь, что вам видно. Немножко стремной липучки. Никакой тут не велкро, явно какая-то херь из любого магазина, который вы можете там посетить с тканями. И кольцо обычное. Не знаю, с забора можно снять с такого, где цепи висят. Вот и все. Вот так это разбирается, если порвать лямочку. Друзья, спасибо за внимание. Рукожопьте что-то не хуже этого.